Друзья, всем большой солнечный привет из парка Львов Тайган, да еще и звездный, потому что в этом ролике полюбуемся на наших звезд Тайгана. Вот этих вот маленьких по размеру, но больших по своей славе, потому что тысячи, многие тысячи людей смотрят про них, полюбили их и ждут каждый день весточки об этих замечательных львятах. За что огромное спасибо Елене Желявовой, и мы с вами смотрим очередную мини-серию из их жизни, так сказать, в реальном времени. Вот, друзья, Симба, Асада, Шерхан и Миранда. Дружная группа. Уже Миранда спокойненько влилась в этот коллектив, чувствует себя здесь со всеми на равных. Красавчики. Такие вот у них еще детские пятнышки, очень замурчательные львята. И что интересно, друзья, мы вот с вами уже затрагивали в наших роликах тему по поводу азиатских львов. И вспомнили Руслана, который азиатский лев в парке Львов-Тайган, тоже звезда такая яркая. Олег Алексеевич его специально сказал, что отсадил в отдельный вольер с львицами, чтобы он там дал такое же потомство. Но такого может и не получиться, потому что львицы здесь в парке Львов-Тайган и африканские, и помеси. Азиатских львов вообще очень мало осталось. Их еще называют индийскими львами. Поэтому, когда говорят, что тигр и лев не пересекаются в дикой природе, пересекаются. Только это индийский лев и индийский тигр. И когда показывают схватки тигров и львов, это как раз в основном в дикой природе происходит на просторах Индостана. Иногда получается, что лев смотрится неуверенно в этих поединках. По простой причине, что азиатский лев, индийский, гораздо мельче, чем африканский. Тот же Чук смотрелся бы просто-напросто гигантом рядом с азиатскими. Но, впрочем, если вспомним Руслана, когда он был рядом с тем же Гиреем или Султаном, то все становилось ясно, насколько мельче азиатские, они же индийские львы, чем африканские. А здесь вот нашли себе игрушку и играются. Чем бы, как говорится, детвора не тешилось. Вот, подошел, поздоровался, как это у львов принято, потерся голову своего члена Прайда. И вот так вот лежат, наслаждаются в лучах солнца. В этом году весна очень теплая. Да, в принципе, февраль уже был очень теплый. Поэтому все раньше срока. Уже, кстати, друзья, и вода прогрелась до плюс 14 в некоторых местах в Крыму. Поэтому сезон начнется, скорее всего, раньше обычного. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам, друзья, за ваши лайки, за ваши комментарии. Иногда вижу в ленте, что делитесь ссылочками на своих страничках, на ролике с нашего канала. Это огромное дело. За это вам огромное спасибо, потому что таким образом ваши друзья, ваши подписчики также заглядывают и смотрят наши замечательные видео из парка Львов Тайган, из других крымских зоопарков и приобщаются к миру, к чудесному миру наших братьев меньших. Чем больше у нас будет любви к животным, тем человечнее и будет этот мир. Всем мира и добра. Пока-пока.